Презентую дом высочайшего качества. Самый дорогой из тех, которые мы продавали. Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня я вам презентую дом высочайшего качества. Возможно, это один из самых дорогих и эксклюзивных домов, которые мы когда-либо вам представляли и вообще продавали. Мы находимся в коттеджном поселке Вик. Это известный на элитном рынке загородного жилья кавушка киевского направления поселок. Он находится довольно далеко от МКАД, сравнительно 37 километров и плюс еще несколько километров в сторону, но он высоко ценится клиентами, покупателями за эксклюзивный природный фактор, находится в лесу. И так сложилось, что он же полностью обжитой и здесь дома почти исключительно бизнес и премиум класса. Но этот дом самый дорогой из тех, которые мы когда-либо здесь видели и продавали. В этом доме множество великолепных опций. Здесь есть и хороший бассейн, сооруженный зал, бильярдная, оружейная, куча кладовых, баня и все это я вам покажу. Но начнем мы с участка. Участок имеет площадь, из двух частей он состоит, и имеет площадь, первую часть, находящуюся в собственности, 24 сотки. На ней разместилось компактно сразу несколько строений. Кроме великолепного основного дома, который находится за моей спиной. Здесь есть также еще слева от моей руки гараж, с квартирой персонала. Это двухэтажное здание с нижним этажом, я вам покажу вам сейчас его чуть подробнее расскажу. Также здесь есть вольер с этой прекрасной собакой. В этой живой изгородью отгорожена зона огорода сада. Есть еще беседка. Немного общей информации. Площадь жилого дома здесь превышает 1000 квадратных метров. Площадь гаража с квартир персонала приближается к 200 квадратных метров. В доме 4 спальни для хозяев и также еще помещение для персонала и множество других полезных помещений. Начнем нашу экскурсию с участка. По правой руке от меня, огороженная живой изгородью, зона сада огорода, пройдемся. В этой зоне участка расположены французские огороды, у них есть автополив, здесь растут всякие выращиваются овощи, фрукты. За моей спиной теплица английской фирмы Greenhouse Britain, она имеет автоматическое проветривание и тоже автополив. Мы постараемся вам показать летнее фото, чтобы вы поняли, как здесь красиво. Преимущественно для летнего досуга выполнена эта прекрасная беседка. Вы видите здесь столешность искусственного камня, водопровод, канализация, холодная горячая вода, вот этот мангал с медным колпаком, вытяжкой. Печь обычная, печь для казана. И вот эта прекрасная русская печь. Сюда закладывают, сгорается дрова, частично их вынимают, ставят в горшочек и в нем томятся и с особым вкусом приготовляется блюдо русской кухни. Одной из особых опций этого домовладения является облагороженный, примыкающий к участку, который находится в собственности, участок лесного фонда, который увеличивает домовладение до более чем полу гектара. Посмотрите, здесь плюс 30 соток, они огорожены забором, здесь вековые деревья, вывезли десятки автомобилей грузовых с лесом павшим, с мусором. Здесь прекрасная зона, вот эта дорожка из щебеночки, она охватывает весь участок, здесь летом хозяева часто гуляют, проводят время с детьми, с собакой, хорошее место и кроме этого здесь организован, видите, батут и вот эта прекрасная горка деревянная, на ней можно и пользоваться и зимой и летом, и зимой здесь, как видите, здесь можно кататься на тюбинге, по-моему называется, не ошибаюсь, ну и здесь с помощью помощников по хозяйству здесь также организован какой-нибудь небольшой курятник, если нужен. Еще есть освещение и тишина. Мы обходим участок вокруг дома и не могли вам не показать это прекрасное патио, его площадь более 100 кв. метров, сейчас зима и не все можно понять, но мы вам сейчас покажем летнюю фотографию и увидите, что вот здесь арбромная маркиза, кашпо расставлены летом и мягкая мебель, и сюда есть выходы из всех общих помещений дома, из столовой, гостиной, зоны бассейна и барда. Во всем доме смонтированы энергоэффективные окна, деревянные стеклопакеты очень высокого качества и важнейшей фишкой дома является использование клинкинного кирпича. Вообще дом построен из керамического паризованного блока, это наилучший материал для строительства домов частных сегодня, толщина 38 сантиметров, плюс 10 сантиметров утеплитель применён Rockwool Minwata и вот это вот кирпич. Обратите внимание, посмотрите поближе, какого он фактура и качество. Это кирпич немецкой фирмы Feldhaus, это известный производитель, он редуцированный и ангобированный, он правильно уложен, если видите, перемешаны различные варианты вот с ангобом, без ангоба, с разной степенью отжига и это один из самых красивых кирпичей на сегодняшнем рынке и дорогой. Цоколь дома отделан гранитом, гранитом его очень много, видите, это крыльцо, ступеньки и также гранитом отделана большущая площадка, где тоже может уместиться масса автомобилей. Вы уже обратили внимание, что участок подвергнут серьезному ландшафтному дизайну. Масса различных деревьев, взрослых сосен, елей, плодовых, везде автополив. Сюда вложено много ресурсов, сил, времени и денег. За моей спиной вспомогательное строение. Оно двухэтажное, один этаж наверху и второй внизу. На первом этаже находится прекрасный гараж. Давайте зайдем, здесь 6-метровые ворота и отдельный вход. Здесь 60 квадратных метров, наливной пол, есть куда сливаться в воде, ну и увидите, что здесь масса всякого скарба может храниться и также здесь мастерская с водопроводом, с канализацией. Я там с гаражом, вот это удобный навес. Всем известно, что часто не хочется заезжать в гараж, открывать, закрывать и поэтому в большинстве случаев гораздо удобнее поставить машину на открытой парковке. Тем более она защищена сверху. В цокольном этаже под гаражом расположена котельная для всего жилого комплекса. Вы видите, здесь огромный бойлер, я даже не знаю сколько есть литров, 600 или 700 или 800. И два котла Wissmann, каждый по 125 киловатт, они работают каскадным методом, то есть один работает, потом выключается, другой работает. Это обеспечивает и более длительный срок службы котлов и главное бесперебойную работу, которая гарантирует, что у вас не выключится газ и не выключится свет, и вы будете нормально жить. Кроме того, так в поселке, несмотря на то, что в поселке существуют центральные коммуникации водопровод-канализации, газ, естественно, в данном домовладении организована собственная скважина и собственная сложная многоступенчатая водоотчиска. Рядом с гаражом на участке установлен вот такой газовый резервный генератор. В случае отключения электричества он генерирует ток, он мощный, имеет 15 киловатт, его сложно подключить, потому что надо специально согласовать подключение газа, но его большое преимущество перед дизельными, бензинными генераторами состоит в том, что, во-первых, он мощный, обеспечивает весь дом, во-вторых, не надо наполнять емкости большие бензином, дизелем и также он не имеет никаких запахов. Мы перед входом в главный жилой дом. Архитектура дома выполнена в современном стиле, в лучшем стиле, которым это может быть сделано. Здесь есть элементы органической архитектуры, элементы хай-тека, минимализма и внутренней отделки тоже. Дом выполнен бескомпромиссно, в том плане, что здесь использованы наилучшие материалы и особенно качественная инженерия. Ну и все остальное тоже выполнено на самом высоком уровне. Зайдемте в дом, и я вам все покажу. Итак, мы в доме. Напомню, его площадь более 1 тысячи квадратных метров. Он стоит из трех уровней, имеет пять санузлов, четыре спальни и массу других помещений. Прежде чем рассказать о материалах и функционале, я хочу сказать об одном важнейшем аспекте дома. Здесь обустроена система умный дом. Система эта от ведущего американского производителя Control4. Она может управлять самыми разными аспектами дома. И закрывать шторы, и включать-включать свет, и управлять системой безопасности, климатом, телевидением, включать музыку, другие медиа и много чего. Здесь реализованы несколько модулей, и в частности я вам сейчас покажу, как это реализуется. Как это осуществляется? Вот телефон, которым осуществляется управление. Здесь раздел, допустим, освещение. Можно включать-включать свет на террасах. Есть раздел безопасность. Можно увидеть, находясь в любой точке мира, что показывают все камеры в доме. Можно открывать-закрывать калитки и ворота. Вот здесь. Можно включать музыку в самых разных помещениях дома. Я позже вам покажу это. Мы сейчас пройдемся по дому, но я сразу обращу ваше внимание на отдельные эксклюзивные материалы. Прежде всего, в отделке дома, пола и стен использован натуральный травертин. Вот он. Исключительно красивый природный материал. В доме его 600-700 квадратных метров. И этот травертин пришел сюда в таких виде больших довольно плит. И был подвергнут 13 циклам обработки. Когда 13 заходов обработки были применены, в результате получился такой гладкий, идеальный материал. Вообще никак не чувствуется перехода между плитками. И это красиво очень. Также в доме мы видим прекрасного качества радиатора Арбония и Зендер. Швейцарская фирма. Наилучшее качество. Тут же подоконники искусственного камня. Жалюзи из дерева. Посмотрите, какой высоты двери. В двери выполнены индивидуальный заказ по эскизам голландских архитекторов. Высота двери 255 сантиметров. Очень высокого качества. Фурнитура фирмы Formani, Италия. Кроме травертина пол покрыт вот такой великолепной инженерной доской. Это фирма Finex. Фирма Finex это премиальная российская марка. Мы можем погордиться здесь за Россию. Это дуб, select, он без всяких сучков, а вот черника это специальные смол-элементы, искусственное старение. Цена такой доски 7000 рублей за квадратный метр. Очень дорогая, красивая и качественная. Осмотр первого этажа мы начинаем с этой прекрасной гостиной. Вы видите здесь хорошую мебель, великолепный камин гильотинного типа, отделанный мрамором. Высокие, как везде в доме, окна по два и два с половиной метра высотой. Обратите внимание на просторный большой холл. Это тоже, знаете, элемент, отличающий дома наивысшего класса. Да, простор. Вот здесь более 60 квадратных метров. Высокие потолки. В самой высотой точке здесь потолки 9,5 метров. Обратите внимание на эту великолепную люстру. Эта люстра сделана на заказ в Голландии. Она может опускаться для евро. Для того, чтобы взять лампочки, есть специальный механизм. Санку люстра около 30 тысяч евро. Мы идем по кругу и попали в кухню. Кухня суперсовременная. Мебель изготовлена известным чешским производителем Ханак. Премиальная марка. Обратите внимание на современную стилистику. Остров большой. Старежье искусственного камня. Здесь панорамное остекление от пола. Выход на большую апатию, которую я вам показывал. Конвекторы в полу. Фасады великолепные, отделанные дубом. И вся встроенная техника компании Миль. Премиальные линейки. Здесь кофеварка, ESVC, духовка, телевизор, что бывает редко. Посудомощная машина, духовка, индукционная большая плита, которая может объединять различные секции между собой. И эксклюзивный итальянский светильник над островом. Ну и я вам обещал, показать можно в любом помещении дома. Отдельно включить музыку из плейлиста или радио. Что хотите. Вот сейчас я включу в кухне. В кухне есть незаметная дверь, из которой мы попадаем в сердце кухни. А именно кладовую при кухне. Очень важное помещение. Просто необходимое. Обратите внимание, какая она светлая. Здесь выход на улицу. Можно прямо заносить продукты. Здесь есть мирный шкаф, здесь есть дополнительный холодильник и масса полок. Очень важное помещение. Из кухни мы попали в столовую. Большой на 10 персон итальянский стол из четырехсантиметрового массива дерева. Не знаю, хоть орех. Выход на террасу и вот такие стеклянные раздвижные двери, коридор. Также на этом этаже, на первом, расположен санузел. Есть один санузел, при входе был. И в такой же статистике решен второй санузел. Обратите внимание, все санузлы дома оборудованы биоцеротехникой Виллероенбог, известной премиальной маркой. Смесители компании Хейнс Гроя. Душевые кабины и ограждения фирмы Дука. Это премиальная итальянская марка. Очень редко бывает в нашем рынке. Очень дорогостоящая и качественная. И везде стены отделаны травертины и такие же высокие двери. Также на этом этаже спальня. Примерно 16 квадратных метров. И большой кабинет. Великолепно оборудованный. Там организован большой стол из карагача. Это такой материал, из которого делать столы на заказ. Толстенная столешница. Это слэп. Красивый и приятный на вид на ощупь. Мы входим в важную часть дома. Зону бассейна и спа. Начинается у нас раздевалка. Здесь шкафчики есть. Обязательно попадаем в зону бассейна. Бассейн здесь переливной, как гостиница. Чаша его более 10 метров длиной. Шлина около 3,5 метров. Здесь есть водопад, противоток. Стены также лицовым травертином. Освещение от пола. Выход на патио. И дальше зона отдыха на шезлонгах. И мы проходим дальше в зону бани. Она особенная. Осмотр зоны бани начну с комнаты отдыха. Она большая. Здесь около 40 метров квадратных. Здесь есть кухня, барная стойка, телевизор. Обратите внимание на отделку этого помещения. Столешница, стены, потолок. Отделаны толстой массивной дубовой доской. Здесь также освещение, отсекление от пола. Хорошая мебель, конвекторы. Потолки в верхней части около 5 метров. Замечательное место для времяпровождения. Прямо перед баней находится душевая. Здесь же запланировано место под бочку большую купель, которую просто не поставили. И сама парная. Парная большая. Полки отделаны ольхой. Она плохо нагревается. Стены, канадский кедр. И, ну, главное, сама печка. Посмотрите, огромная печка. Сделана известными печными мастерами. Вот все это отделка вот здесь, вот здесь. Это специальный камень талькохлорид. Специально предназначенный для парных. Обратите внимание, здесь есть испаритель, да, который позволяет обеспечить высокую ступень пара. Здесь вода кипит. И вот в этих вот стенах организованы воздушные проходы, которые обеспечивают то, что печка нагревается большой площадью равномерно и дальше дает тепло. И это обеспечит очень хороший равномерный нагрев и пар. Вот эти вот, видите, квадраты. Это, на самом деле, открывающиеся такие вот проходы, которые можно открывать, ну, и для обслуживания, и для того, чтобы дать теплый воздух. Потом еще такой вот разбрызгиватель здесь самостоятельно. Наливаешь, такой фонтан образуется. Эта печка, она одновременно, как бы, она одновременно и дает функцию и русской печи и турецкой печи. Первоначально она нагревается и обеспечивает 40 процентов градусов по Цельсию и примерно 8 процентов влажности. А еще спустя какое-то время, еще там через часть-полтора, она уже дает, температура поднимается до 70 градусов примерно, можно больше, если хотите, а влажность опускается до 40. Таким образом, обеспечиваются разные варианты идеального сочетания, как известно, идеальной сочетания, температуры и влажности должно быть 110-120. Это может быть там, как в финской сауне, 100 плюс 20. Это может быть, как в турецкой, там 40 плюс 8, 70-80. А в русской, как русская, может быть 60 плюс 50-60, либо 70 плюс 50. И вот здесь вот получается разные цифры, дают разные варианты. Мы в цокольном этаже дома, и это очень важная часть дома, потому что здесь находится прекрасный тренажерный зал, бильярдная, оружейная, кинозал. Правда, у меня отделан еще единственное помещение в доме. Кладовые и другие полезные помещения. Я вам сейчас по очереди это все покажу. Мы в спортзале. 57 квадратных метров, оборудован премиального качества тренажерами, зеркала, телевизор и устройство для занятий боксом. Также на полу здесь спортивный специальный паркет на мягкой подложке. Мы в помещении, где находится важный очень инженерный элемент дома. Важнейшей опцией дома является наличие центральной приточной вытяжной вентиляции. Это очень дорогостоящая опция, и она организована на высшем уровне. Три установки вытяжных в доме и одна приточная. Производство известного шведского производителя Systemair. Вот он. В этой комнате, где мы находимся, находится одна из установок. Посмотрите. Ну и в доме как обойтись без милого холодного подвала кладовой, где стоят баночки с огурчиками и наверное вином. Без этого помещения не должен существовать ни один российский дом. Еще эта техническая кладовая в цокольном этаже. Вторая установка приточной вытяжной системы Systemair и центральный встроенный пылесос по всему дому. Есть розетки, куда можно воткнуться и суть уборки дома. Важной особенностью, плюсом такого пылесоса является то, что он выбрасывает, то что втягивает не внутрь дома, как делают другие пылесосы, а наружу. И это очень хорошо для аллергиков, чтобы не срать от вредной пыли. Мы в бильярдной. Русский стол 10 футов. Одновременно эта комната является сигарной. Здесь реализована специальная усиленная вытяжка, которая позволяет здесь курить сигары, не страдая от дыма. Важная для хозяина дома комната. Оружейное охотничье. Здесь можно видеться все, что используется для охоты. И плюс еще стол, мастерская. В цоколе есть еще несколько помещений полезных. Мы сейчас находимся в большой просторной постирочной. Здесь немножко не хватает шкафов, но они скоро будут. И очень важная опция. Это белье провод. Со второго этажа и спален. Специальная окошка члена семьи. Сбрасывают белье. Я вам покажу выше. И оно падает сюда. Прямо в посерочную. Очень востребованная хозяевами ценимая ими опция. Второй этаж, как обычно в доме приватный. Мы сейчас поднимемся по нему, по этой прекрасной лестнице. Обратите на нее внимание. Она уникальна. Если понять отсюда, вы увидите, что каждая ступенька крепится отдельных стенек. Это уникальная конструкция. Это железобетонное изделие, которое отделано с всех сторон деревом. Очень точный расчет и очень красиво выглядит. Она как будто парит в воздухе. Она парящая. Кроме обработанных деревом, дубом ступенек комфортных, широких. Ограждение ее выполнено из закаленного тонированного стекла и поручни, выполнено из дуба. На втором этаже видим глинею круговую с прекрасным видом на эту грандскую бустру. И сразу после того, как мы поднялись, мы видим выход на большую террасу. Ее площадь около 120 кв. метров. Она имеет ограждение и служит местом для частого проведения с семьей времени в летнее время года. На втором этаже выполнено два блока. Две части. Одна из частей это две детских спальни. Вот одна из них. Спальни довольно большие, просторные. Между спальнями расположен детский санузел. Посмотрите, какой он замечательный. В этом санузле, как и в других помещениях, стены одела интровертином, две раковины, герой-бог, джакузи от компании джакузи, прекрасная душевая и все, что нужно в спальне. Моя вторая детская спальня. Обращу ваше внимание на прекрасное организованное освещение в доме. Светильники, ну, кроме этой люстры, производство известной бельгийской компании Дельта Лайт. Это законодатель моды в освещении. И это освещение встречается в самых таких престижных и общественных зонах, и в строениях, да, вот различных ресторанах и так далее. В концертных залах высокого качества продукции. Из инженерии я бы еще отметил бесшовную систему Wi-Fi от компании Рукус. Тоже это лидер в этом сегменте. И на всем участке и доме организован прекрасный бесшовный Wi-Fi, даже из гостевой вход. Мы входим в мастер-спальню. Она стоит из трех частей. Сама спальня. Обратите внимание, потолки на втором этаже 325 сантиметров, очень высокие, великолепная мебель. К спальне примыкает собственный санузел. Здесь пол из натурального камня ракушечника. Также сантехника для раковины. Верой-бог, смесители Хэнс Гроуи. Унитаз, великолепные ванны и большая душевая кабина от фирмы Дука, Италия. Ну и к мастер-спальне примыкает собственная большая, прекрасно освещенная кардеробная. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. У этого прекрасно работающего камина мы прощаемся с вами. Надеюсь вам понравится этот замечательный, уникальный, великолепный дом. Смотрите наш YouTube-канал. Мы дальше намерены радовать вас интересными видео.